Игнаций Масцидский, польский государственный деятель, президент Польши и ученый-химик-изобретатель, один из создателей химической промышленности Польши. Биография. Родился в семье участника восстания 1863 года. Окончил школу в Варшаве, затем в 1891 году завершил учебу в Политехническом институте в Риге. В 1897 году ассистент в университете во Фрибурге. Разрабатывал методы получения азотной кислоты, изучал проблемы нефтедобычи, очистки нефти и ДР. В 1920-1926 годах работал в Политехническом институте во Львове. Профессор физической химии и технической электрохимии, ректор в 1925-1926 учебном году. Основатель фабрики азотных соединений в Тарнове, квартал, где расположена фабрика, в его честь назван Масцице. Это политическая деятельность. С 1892 года член Заграничного союза польских социалистов. После майского переворота 1926 года по рекомендации Юзефа Пилсудского был избран президентом Польши и выполнял эти обязанности с 1 июня того же года. По сути, страной управлял Юпилсудский. Масцицкий был формальным руководителем страны. Перед смертью Пилсудского в 1935 году, когда тот имел проблемы со здоровьем, была принята Конституция 1935 года, значительно увеличивала права президента. Хотя и это не удержало страну от политической нестабильности в 1936 году. Тогда же на политической арене появился Эдвард Рейдс-Свиглы, что помогло стабилизировать внутриполитическую ситуацию в Польше при помощи популистских и националистических мер. 1 сентября 1939 года в первый день польской кампании вермахта президент опубликовал обращение к польскому народу с призывом сражаться. В связи с возросшей опасностью бомбардировки королевского замка 1 сентября президент переехал в деревню Блота под Варшавой. Согласно статье 13 апрельской конституции Масцицкий назначил своим преемником маршала Рыдза Смиглова. В связи с быстрым продвижением немецких войск глава государства был вынужден 8 сентября переехать в город Аллыка на Волыни. Далее 14 сентября президент перенес свою резиденцию в Залуч. 17 сентября после известия о вторжении РККА в Польшу было проведено совещание в городе Куты, на котором присутствовали Масцицкий рыц Смиглый, Юзеф Бек и Складковский. На этом совещании было принято решение об эвакуации членов правительства в Румынию. Масцицкий пересек границу с Румынией 17 сентября 1939 года в 21-45. Там он был интернирован и 25 сентября передал должность президента генералу Болеславу Виняве и Глугашевскому. Однако с этим не согласились французские власти. Потребовав передачи поста президента Владиславу Рычкевичу, Масцицкий выполнил это условие. В декабре 1939 года вместе с семьей обосновался в Швейцарии, где провел все годы Второй мировой войны. Почетный член и покровитель Польской академии литературы. В 1993 году Урна с его прахом была перенесена в Варшаву. Продолжение следует...